Главным проектом в сфере культуры 2020 года стала комплексная реконструкция Дворца культуры железнодорожников. Проект мечта, в реализацию которого многие не верили. Сегодня находится на финишной стадии. Здание построено в 1929 году. Было почти полностью разрушено во времена Второй мировой войны и восстановлено лишь в послевоенные годы. По словам краеведов, таких зданий с уникальной акустикой в советское время было всего несколько. И одно из них находилось в Минске. До создания в городе Дворца культуры Шевченко здесь выступали легендарные Любовь Орлова, Василий Зинкевич, Трио Моренович, Евгений Маргунов и многие другие. С тех пор ДК железнодорожников ни разу капитально не ремонтировалась. До того, как мы начали реконструкцию, оно находилось в аварийном состоянии. В это сложно поверить, но на его крыше реально росли деревья. За 4 месяца подрядчик завершил все фасадные работы, при этом сохранив старинную архитектуру здания. Активно ведутся отделочные работы внутри здания. По окончанию работ концертный зал ЖДК станет отличной альтернативой единственным на сегодня ДК имени Шевченко. Также прилегающую территорию, включая парк, ждет комплексное благоустройство. Все жители города уже осенью смогут войти в обновленный Дворец культуры. Он будет лучшим в нашем регионе и сможет удивить красой не только внешней, но и внутренней. Это проект с душой. Это проект вдохновляющий, который поистине поднимет культурную жизнь региона на новый уровень. И, наконец, исполнится заветная мечта Золушки. Нашего самого многочисленного театра танца и ДК железнодорожников станет настоящим волшебным дворцом для Золушки и всех творческих коллективов, которые там занимаются. А вот так строился наш дворец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Мелитополь всегда славился своими спортивными достижениями. Но сегодня он по праву стал центром спортивной жизни целого региона. Более 35 тысяч взрослых и маленьких мелитопольцев отдают предпочтение здоровому образу жизни. В городе развиваются новые виды спорта и физической активности. С каждым годом среди мелитопольских спортсменов растет число призеров и чемпионов Украины, Европы, мира. Именно поэтому в течение пяти лет нашей каденции наша команда уделяла упор на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Сегодня наш город является лидером Запорожской области по развитию спортивной инфраструктуры. Наша гордость. Обновленный стадион «Спартак» имени Олега Олексенко. Это старейший спортивный объект получил вторую жизнь и национальный статус, который позволяет проводить в Мелитополе соревнования по легкой атлетике всеукраинского уровня. И уже в прошлом году мы принимали чемпионат Украины по бегу. Мы совершили прорыв. Мы совершили прорыв в проведении спортивно-массовых мероприятий. В спортивном календаре Мелитополя появились такие соревнования, как кольцевая шоссейная велогонка, турнир поколений по триатлону. Большой популярностью у горожан по-прежнему пользуется футбол. Поэтому при поддержке Федерации футбола Украины в Мелитополе построено 7 футбольных мини-стадионов с искусственным покрытием, а также мультиспортивные площадки для занятий игровыми видами спорта. Одним из самых масштабных на сегодняшний день является проект по реконструкции детской и юношеской спортивной школы номер 3, которая осуществляется за средства наших европейских партнеров. В ней на отделение гандбола, баскетбола, дзюдо и художной гимнастике занимается около 600 учащихся. Когда работы завершатся, мы фактически получим новую спортивную школу, которая станет одной из лучших на юго-востоке Украины и удивит многих не только дизайном внутренним и внешним, но и подходами к спортивному образованию. Именно в этой школе есть уникальный спортивный зал, который является одним из самых больших в Запорожской области. На его базе регулярно проводятся областные всеукраинские соревнования. Свои двери для воспитанников обновленная ДЮС США откроют уже в ноябре. Уверен, из этого дома спорта выйдет целая плеяда знаменитых спортсменов, которые прославят родной Мелитополь на весь мир. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самой сложной на протяжении пяти лет работы была и остается сфера здравоохранения, которая затрагивает абсолютно всех горожан. Из-за того, что государство проводит эксперименты над медициной, то начинает, то останавливает реформы, бесконечно меняет правила и хронически недофинансирует отрасль. Сегодня на местном уровне существует масса проблем. И тем не менее, в Мелитополе мы максимально смягчили ту реформу, которую диктуют государства. Чтобы улучшить качество медобслуживания для жителей Мелитополя и района, создают комфортные условия для работы медперсонала, была проделана колоссальная работа в части ремонтов и переоснащения медицинских учреждений. А ведь еще 5-6 лет назад городская власть гордилась, если удавалось отремонтировать всего одну палату. Мы перевели эту работу на принципиально новый уровень. 5 лет назад мы начали капитальные ремонты и реконструкции медучреждений, в которых пациенты обращаются в первую очередь. Это наша амбулатория семейной медицины. Такой была наша первая отремонтированная в 2015 году амбулатория. А вот эта амбулатория была открыта всего 2 месяца назад в детской поликлинике. Сегодня в городе капитально отремонтированы и переоснащены практически все амбулатории. В них закуплено современное медицинское оборудование, мебель, компьютерная техника, автомобили. И в этом году мы приступим к капитальным ремонтам в амбулаториях на жилмассиве в песчаной и зеленой поликлинике. Это будет окончательная точка в реорганизации и обновлении медицинских учреждений первичного звена. Еще одним достижением стал капитальный ремонт здания зеленой поликлиники. Огромное холодное блочное здание, сквозняки гуляющие по коридорам, кабинеты с убитой мебелью. Таким его помнит не одно поколение мелитопольцев. Первое, что мы сделали. В 2016 году полностью заменили все окна на энергосберегающие. А в 2019 году заменили всю кровлю и утеплили фасад. Это весомый клад, который мы сделали в создании комфортных условий для пациентов и персонала. В следующем году мы полностью завершим косметический ремонт внутренних помещений. Мелитополь стал центром госпитального округа всего укрупненного Мелитопольского района. И уже по большей части обслуживает пациентов со всех входящих в него территорий, представители которых присутствуют сегодня здесь. Основная платформа госпитального округа – это больницы интенсивных методов лечения. Родильный дом и инфекционная больница, расположенные в медгородке-микрорайон. Медгородок выбран не случайно. Здесь удобная логистика и развитая инфраструктура. Главная задача, которая стояла перед нашей командой – создать комфортные условия для пациентов в медгородке и в остальных учреждениях. Первый капитальный ремонт получила больницы интенсивных методов лечения. Действительно, задача, которую мы перед собой поставили, была очень высока. Ремонт был выполнен в кратчайшие сроки. К сожалению, с эксплуатацией здания возникли сложности. Но уже они устранены. В настоящее время мы продолжаем масштабные преобразования в медгородке. Полным ходом идет капитальный ремонт Мелитопольского родильного дома. Это медучреждение, в котором родился я. Хочу, чтобы родились мои дети и рождались еще многие поколения мелитопольцев. Высококлассные специалисты здесь работают десятилетиями. Но, к сожалению, у нас не было возможности обеспечить их качественным оборудованием и создать комфортные условия труда. Сегодня, благодаря сотрудничеству с Европейским НСБанком, мы можем дать это нашим медикам. По окончанию реконструкции это будет лучший родильный дом Юго-Востока Украины. Снаружи четырехэтажное здание утеплено, заменены все коммуникации, выполнена перепланировка, в нем разместится родильное и гинекологическое отделение. Перед началом работы мы встретились с коллективом родильного дома. Обсудили планы реконструкции, спасибо им, услышали их дельные замечания. После этого приступили к выполнению работ, так как наш приоритет, помимо оказания качественной медицинской помощи, это комфортные условия работы медицинских сотрудников. Самым позитивным местом родильного дома станет комната счастья, куда при выписке приходит мама с малышом и встречается со своей семьей. Эта комната будет выглядеть так. Также впервые за 20 лет мы смогли приступить к капитальному ремонту инфекционной больницы. За предыдущие два года нам удалось частично отремонтировать кровлю, заменить окна, но внутренние помещения и сети находились не просто в плачевном, а в аварийном состоянии, на что регулярно жаловались как пациенты, так и персонал. Особо острый вопрос стал с ремонтом в начале пандемии коронавируса, ведь Мелитопольская инфекционная больница является опорным госпиталем для жителей не только города, а и многих соседних регионов. В результате переговоров городской власти удалось привлечь зарубежные инвестиции на полную реконструкцию объекта, включая оснащение новым медоборудованием, мебелью и всем необходимым для работы медперсонала и комфортного пребывания пациентам. Окончание ремонта намечено уже в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день мы нашли возможность приблизить для жителей Мелитополя и Нового Мелитопольского района качественные медуслуги, организовав выездные приемы узких специалистов Запорожской областной клинической больницы. Благодаря этому наши горожане могут получить бесплатную консультацию здесь, в Мелитополе, а не ехать за ней в областной центр. Здесь присутствуют наши медики. Отдельные слова благодарности хочу выразить именно вам. Вы фактически сражаетесь на передовой, рискуя собой. Спасибо вам за ваш труд, ваше мужество, самоотверженность и милосердие за то, что даже в эти минуты ведется сражение за жизни мелитопольцев. Дорогие друзья, давайте вместе поприветствуем наших героев. Сегодня Мелитополь – город, в котором комфортно учиться детям. Но еще шесть лет назад основной проблемой городской сферы образования было большое количество блочных школ и детских садов, которые, помимо того, что имели неприглядный вид, зимой температура опускалась до 12 градусов. Дети мерзли и преподаватели болели. Благодаря поддержке наших инвесторов и международных партнеров НЕВКО, УФСИ, ЕИП, сегодня в городе не осталось ни одного неутепленного блочного учреждения образования. Главное, чего мы добились, это повышение температуры воздуха в группах и классах в отопительный период с 12 до 22 градусов. Еще одним поводом для гордости стало открытие в Мелитополе нового детского сада. Помните, как в конце 2015 года при финансовом содействии областной власти и международной организации USAID мы презентовали на новом Мелитополе новый современный детсад номер 46 на 220 мест. Такого в Запорожской области не было последние 30 лет. А в ближайшие дни... А в ближайшие дни... Для маленьких жителей авиагородка встретит обновленный детский сад номер 8. Наша звездочка, отныне самая яркая, является образцом для всех детских садов Украины. По своей комфортности и внешнему виду. Во дворе садика созданы две спортивные зоны для старших и младших детей, а также мини-автодром. Установлены новые креативные теневые навесы, так как детский сад находится на территории авиагородка. Мы не забыли учесть и авиационную тематику. Ведь здесь будут воспитываться будущие летчики. А теперь, за несколько дней до открытия, приглашаю вас заглянуть в наш новый детский сад. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» В течение пяти лет серьезные капитальные ремонты и благоустройства проводились практически во всех школах города. Но в 2018 году мы вышли на принципиально новый уровень в данной работе. Впервые нам удалось привлечь средства госбюджета на комплексную реконструкцию школы номер 23. Фактически за полгода из старейшей школы города, которая исполнила 110 лет, мы создали современное образовательное пространство нового типа. Теперь 23-я школа – одна из лучших в Украине и совсем недавно вошла в сотню лучших школ мира. И я хочу отметить, что педагог именно этой школы Наталья Кидалова впервые в истории Мелитополя. В прошлом году стала лучшим учителем страны, за что удостоено высокого звания «Сослуженный учитель Украины». Я считаю, что это очень символично. Лучшие украинские педагоги работают в лучших школах именно здесь, в Мелитополе. Давайте вместе поддержим наших учителей. Если раньше эталоном была для нас школа номер 23, то теперь мы вместе с подрядчиками стараемся на каждом объекте усовершенствовать результат, чтобы создать для школьников и преподавателей наиболее комфортные условия. В этом году 1 сентября по-настоящему стало торжественным событием для всей педагогической общественности города. После масштабной реконструкции создаялось торжественное открытие гимназии номер 8. Можно сказать, что от старой школы остались только стены. Все внутренние и внешние оснащения абсолютно новые. А оснащению пищеблока могут позавидовать многие городские кафе. Кстати, такие же современные линии по приготовлению пищи появятся в 1 и 15 школах. Впервые за время существования перед учебным заведением появилась большая, красивая, благоустроенная площадка для проведения торжественных мероприятий и проведения досуга всех жителей района. Как оформить прилегающую территорию? Мы советовались с жителями прилегающих улиц. Ведь для данной окраинной части города это не просто школа, это островок социального оптимизма. В День знаний мы присутствовали на открытии школы вместе с нашей командой. Хочу поделиться с вами этими незабываемыми эмоциями. Аплодисменты Спасибо большое. Ну и наконец, самым масштабным объектом реконструкции в сфере образования станет 15-я школа. Это учебное заведение, одно из крупнейших в городе, здесь учатся 700 человек. Капитальная школа ремонтируется впервые за 44 года своего существования. И после реконструкции станет одной из самых комфортных в регионе. Мы детально спланировали не только пространство для занятий. В школе также появится просторный гардероб. Между учебными корпусами оборудована большая игровая зона для малышей. Изменится внешний вид школы, вход украсит архитектурная подсветка. Это совместная задумка коллектива школы, строителей и дизайнеров. Буквально через пару месяцев в новой школе снова закипит жизнь. И я уверен, что она будет насыщена яркими впечатлениями, позитивными эмоциями и гордостью за родное учебное заведение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые друзья, таким образом за пятилетку работы мы утеплили 6 блочных детских садов и 5 школ, а также реконструировали 2 новых современных детских сада и 3 лучших на юго-востоке Украины школы. Это гордость нашей команды. Выполняя капитальные ремонты и реконструкции, мы постарались сделать максимум для того, чтобы мелитопольские ученики смогли осваивать знания и компетенции новой украинской школы в комфортных современных условиях. Также мы позаботились о том, чтобы в наших школах и детсадах комфортно чувствовали себя и детки с особыми образовательными потребностями. Для них в учебных заведениях открыты специализированные классы и группы. Стоит отметить, что за 5 лет нашей командой проведена большая работа в направлении инклюзивного образования. Еще в 2016 году мелитополь стал пилотным в числе трех городов Украины по внедрению инклюзии. Начиная с нескольких классов и групп, сегодня в школах и детсадах города для особых деток функционирует 50 инклюзивных классов и 20 групп. Позитивно на развитии инклюзивного направления отразились открытия в 2018 году инклюзивно-ресурсного центра первого в Запорожской области и третьего в Украине. На сегодняшний день в мелитополе функционируют уже два таких центра. Создавая все необходимые условия для развития наших детей, мы думаем о том, куда пойдут учиться выпускники школы. Где будут осваивать профессии, ведь мы заинтересованы, чтобы наша молодежь оставалась жить в мелитополе. Рабочие специальности востребованы и на местном рынке труда. Поэтому мы совместно работаем над привлечением грантовых средств и модернизацией материально-технической базы нашего профтехобразования. И уже есть первые наработки. А теперь предлагаю поговорить о теме благоустройства мелитополя. Как я уже отметил, это наш фундамент. Это самая масштабная отрасль городского бюджета и самая объемная по выполнению работ. Чтобы удобно было сопоставить, давайте снова вернемся в 2015 год и вспомним некоторые факты. Автолюбители передвигались в объезд, потому что через центр города ездить было некомфортно. Проспех Богдана Хмельницкого находился в убитом состоянии. 70% дворов были непроездными. Тротуаров почти не было. Мамы с колясками не могли по ним передвигаться. А на некоторой улице после дождя отказывалась выезжать такси и скорая. Вспомним участок возле магазина Грант, где открытый провал простоял почти год. Или самое эпичное место перекресток бывших Ленина и Горького, где из-за постоянных разрытий жители частного часто оставались без воды, а дороги были непроездными. Это длилось десятилетиями. На сегодняшний день все центральные дороги города находятся не просто в хорошем состоянии, а в идеальном. Все основные тротуарные объекты восстановлены. Если говорить языком цифр, за пять лет нами капитально отремонтировано и построено 79 километров новых дорог. Уложено 209 тысяч тонн асфальта. По сравнению за период с 2005 по 2015 год всего 9 километров дорог. Наш результат выше в 8 раз. За пять лет. За пять лет комплексно реконструирован 31 проблемный коллектор общей протяженностью 22 километра в разных районах города. И сегодня можно сказать, что на 30% мы решили данную проблему на несколько ближайших десятилетий. Кстати, за предыдущие две каденции был проведен всего один капремонт. Отремонтировано 250 дворов многоэтажного жилого фонда. Более 90% за предыдущие 10 лет. Всего 60. Новые скверы и зоны отдыха появились в каждом районе города. Для детворы установлено 160 детских игровых зон. До 2015 года подобное благоустройство общественных мест не проводилось. Сквер дружбы народов. Бастион. Факер. Богдана Хмельницкого. Экопарк. Очень полюбились 7 мелитопольцев. Давайте вспомним, в какое волшебное убранство наряжается город в новогодние рождественские праздники. Каждый Новый год мы превращаем Мелитополь в настоящую зимнюю сказку. И у каждого микрорайона города своя сказочная история. Полюбоваться нашей главной елкой, яркими иллюминациями и креативными инсталляциями в Мелитополь съезжаются жители всего региона. Настоящий прорыв сделан модернизацией сетей уличного освещения. Мелитополь в Запорожской области начал применять светодиодные технологии. В 2016 году мы сделали первый шаг в этом направлении за счет средств «Невка». Мы заменили энергоемкие лампы, накаливанные на светодиодные на первых двух улицах. Бульваре «30-летие Победы» и улице Героев Украины. Я помню, как в 2014-2015 годах мы проводили регулярные объезды с городским головой, а теперь уже народным депутатом Сергеем Анатольевичем Менько, и радовались каждому новому светильнику, появившемуся на улицах города Мелитополя. Через месяц в городе сложно будет найти несветодиодные светильники. Буквально в эти дни заканчивается реконструкция по большому проекту «Невка», итогом которой станет глобальное переоснащение современными светильниками всех улиц города. Таким образом, задача по бардернизации городских сетей уличного освещения будет выполнена на 95%. Если говорить о предыдущих 10 годах, то такие работы не проводились в принципе. Главное, от чего мы добились, это комфорт и безопасность для жителей города, а также экономия бюджетных средств по году более 2 миллионов гривен. Это значит, Мелитополь сможет уйти от ночных отключений уличного освещения буквально с 1 октября. Это особенно беспокоило жителей частного сектора и окраинных районов. Кстати, для них есть еще одна хорошая новость. Очередной ноу-хау, который мы применили в Мелитополе – это переработка старого асфальта и применение его в качестве твердого покрытия грунтовых дорог. Таким образом, мы нашли хорошую альтернативу градирования, которая была неэффективной, и решить проблему с дорожным покрытием на 100 улицах города. Причем бюджету это практически ничего не стоило. Сегодня по таким дорогам частного сектора детвора с радостью гоняет на роликах и велосипедах. Довольные автолюбители и жители, которым теперь в дождливую походу не приходится мерить лужи. А многие даже принимают бюджетный асфальт за новый. В Мелитополе сложилась уникальная ситуация. Через центр города проходят две трассы государственного назначения – М14 и М18. Но при этом нет своей объездной дороги. Это с одной стороны плюс, но с другой большой минус. Невзирая на то, что весь транзитный транспорт идет через город и туристы оставляют здесь свои деньги, это негативно влияет на экологическую ситуацию и на качество дорог в Мелитополе. С прошлого года, благодаря активному лоббированию в Государственном дорожном фонде, мы смогли начать реконструкцию Мелитопольской объездной. В 2019 году мы сделали ремонт улицы Ломоносова, а в этом днем и ночью ведем работы по улице воинов-интернационалистов. В следующем году мы намерены завершить третий этап – Каховское шоссе в истории Мелитополя. Это самый крупный проект по реконструкции одной из основных транспортных артерий. А теперь, уважаемые горожане, приготовьте свои ладошки. Ну и наконец, наша гордость, одно из самых главных достижений нашей команды – строительство самого масштабного объекта пятилетки. Бассейн, появление которого в Мелитополе ждали долгих 30 лет. Это не просто бассейн. Это восстановление социальной справедливости по отношению к жителям Мелитополя и региона. Со времен Советского Союза мы были обделены. Во всех городах областного значения Запорожской области бассейны были. В Мелитополе строительство начиналось дважды, но ни разу не было завершено. Нам удалось преодолеть все препятствия. Мы не просто замахнулись на очень амбициозный проект, мы его реализовали. И сегодня всем скептикам мы четко можем сказать – бассейну в Мелитополе быть. Мало кто знает. Мало кто знает, но решающую роль в осуществлении этой идеи сыграло выделение Министерства молодежи и спорта в 2019 году финансирования в размере 30 миллионов гривен. Коротко расскажу вам, как проходило совещание. Когда перед народными депутатами и заместителями министров мы с командой делали доклад о целесообразности строительства бассейна, один из министерских чиновников тогда задал мне вопрос. Вы хоть кирпич на кирпич, свои жители, которые были в этом году, вы в жизни положили, о каком бассейне вы вообще говорите? И вот наш ответ. Бассейн Мелитополя готов. И, кстати, построили мы его, этот масштабный и сложный объект, в рекордные сроки. Всего за год и три месяца. Буквально через пару недель. Единственный на юго-востоке Украины водно-спортивный комплекс распахнет свои двери перед жителями города и всего нового Мелитопольского района, которые смогут заниматься водными видами спорта, посещать детские секции по плаванию и занятия по физическому развитию. А сейчас я хочу, чтобы вы вместе с нами прожили этот год строительства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ